Дорогие друзья, и вот уже девятнадцатый день поста и молитвы. Хотя мы говорим, что Бог все контролирует, Он знает ситуации, положения. Я также верю, что Бог допускает ситуации для того, чтобы мы были потрясены. Я имею в виду каждый человек в этом мире, чтобы мы осознали некоторые вещи. Я верю, что это та же Библия, то же слово, которое было и во дни Исаии, во дни царей, во дни Ишуа и Мессии. Оно одинаково для сегодняшнего дня. Я верю, что это важно подумать. И в течение уже нескольких дней, которые еще оставшиеся перед Песохом, как раз три дня, важные дни поста и молитвы. Я бы хотел зачитать Исаию, потому что Исаия, он очень много говорит о последнем времени. И особенно говорит о том, что ожидать человека, хотя касается это и Израиля. 59 глава. Друзья, 59 глава. Очень интересная сама по себе, но я заметил несколько таких мест писаний, которые должны нас насторожить, и за что мы должны быть молиться. «Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света и вот тьма, озарения и ходим во мраке». Я не думаю, что это касается только каких-то людей, которые нам важны. Это касается вообще всех людей. Мы ждем ответа, мы ждем суда, мы ждем решения, потому что весь мир сейчас в панике, и верим мы, что Бог выйдет нам навстречу. Осязаем, как слепые стены, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерках, между живыми, как мертвыми. Люди сегодня не вздыхают, и только по одной причине еще, не думают, как к норовирус, а от страха. Неизвестно, что будет. А мы знаем, что будет, потому что Бог выйдет нам навстречу. Писание говорит, та же глава, 59 глава. «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, до норовения Господа прогонит его». Враг, он будет постыжен. Коронавирус будет постыжен, потому что люди сегодня молятся по всей земле. Многие церкви делают 24 часа 7 молитв, непрекращающую, которая будет практически продлеваться аж до Пасхи, как по западному стилю, так и по-восточному. Друзья, весь мир понимает силу молитвы, и мы тоже продолжаем молиться. То, что у нас идет пост, это очень важная часть. Молитва должна быть не агрессивной, а с покаянием. Молитва должна быть со смирением. Молитва должна признавать Бога царем, что Он в контроле силы. И я прошу вас, друзья, умоляю, можно сказать, во имя Господа. Будьте бодрствующие. Молитесь и читайте Писание. Назидайтесь, чтобы благодать Божья нам приходила, и чтобы, когда мы будем выходить из нашего поста и входить в пасхальную неделю, мы четко будем знать, что Бог выводит нас в этот мир, в эту свободу, которая нам необходима сегодня.